Тем временем в Одессе расследуют причины другого крушения. В субботу вечером затонул пассажирский катер. Большую часть людей спасти удалось, но есть и погибшие. Прокуратура сообщила, что уже задержаны начальник порта и капитан, который пытался сбежать. А вот владельцы судна, к нему тоже есть вопросы, пришлось объявлять в розыск. Подробности у Ольги Князевой. Почти час в открытом море. Кто-то выбирается сам, кому-то помогают. 14 человек погибли. Так, в Одесской области закончилась рыбалка на прогулочном катере. 12 пассажиров добрались до берега на спасательном плоту. Остальных доставило судно Госпогранслужбы. Они когда начали выходить, им всем было очень плохо. Там девочке одной было плохо, ее вообще на руках донесли. Парню тоже одному было очень плохо. Там сильное поражение не получили. Хорошо, были соседи в этот момент, и у них была горячая вода в домах. Дали им одежду. Прогулочный катер «Иволга» гигантские волны застали буквально в 300 метрах от берега. Оказалось бы, недалеко, но сильный шторм и кромешная тьма мешали начать спасательную операцию. Какие шлюпки волны, там 2,5-3 метра. Ходили до темноты, высвечивали прожекторами. Все, но в данный момент пока определится, где они находятся, мы не знаем. На место трагедии ночью приехал губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Он заявил, что причина аварии не только шторм. И жертв могло быть гораздо меньше. Я думаю, что можно сказать, прямое последствие полной халатности, абсолютно преступного отношения не только экипажа судна, но и тех служб, которые должны контролировать, что такие вещи не происходили. На этих кадрах видно у людей, которые добирались на плоту. Нет спасательных жилетов. Кроме того, вместимость теплохода Иволга 12 человек. Однако в этот день рыбачило в три раза больше. Из-за перегрузки в какой-то момент судно накоренилось. Волна увеличилась. Боковой удар волны перевернулось. Она пузом вверх всплыла. Как могли, карабкались наверх. Потом от нее, с корпуса начало смывать. Волны усилились. Кого куда, так сказать, дало. Непонятным образом перевернулось. Ну, шторм большой был. Он же возвращались, мы уже в порт. И он просто перевернулся. Обстоятельства трагедии сегодня обсудят в рамках специальной комиссии. Предстоит выяснить, кто на берегу дал добро набитому рыбаками катеру выходить в неспокойное море. И чем руководствовался капитан, допуская подобные нарушения. По словам очевидцев, в начале спасательной операции он пытался сбежать, но был задержан. Сегодняшний день в Одессе объявлен днем траура. Ольга Князева, Наталья Сидорова и Виктор Аверин. Первый канал. Украина.